всем привет мы начинаем нашу сегодняшнюю тренировку для статусов мастер и сегодня мы будем разбирать теорию и практику при игре узких спектрах и наиболее часто встречающие ошибки которые допускают игроки когда они сами играют с узкими спектрами либо когда их противники против них играют с узкими спектрами пожалуйста напишите в чат как меня слышно если все нормально то мы будем начинать тренировку отлично тогда поехали итак разберем несколько небольших теоретических моментов связанные с ошибками при игре узких спектрах и затем перейдем уже к практике ну существует три основные ошибки из-за которых игроки допускают и делают плохие колы либо плохие беты при игре узких спектров либо при игре против успех ну первая и самая распространенная ошибка как и во многих других темах это неправильная оценка спектра оппонента это может быть и спектр его продолжение в ответ на наш бет то есть когда вы неправильно состоять не составляете спектр вашего оппонента который с префлопа уже является достаточно узким и сужается все более и более по каждой из улиц соответственно вы можете ошибиться неправильно его положив ему какие-либо руки в этот спектр ну предположим когда вы сделали опенрейс сутой гэп получили колл с баттона вы знаете что оппонента на баттоне колл 9 процентов и скажем у вас какая-то оверпара ну скажем карманные дамы на доске там 10 7 3 радуга и вы ставите 3 барреля вот такой ситуации когда у вас небольшая оверпара когда вы имеете дело с узким спектром и вы скажем задумываетесь о третьем барреле даже на бланковом ривере зачастую вы можете переоценить спектр продолжения оппонента и просто делать вы любят сами в себя когда ваша мелкая оверпара против спектра кола либо рейза на ривере не имеет 50 процентов и более эти то есть у вас нет вы любит с вашей рукой а вы любит ошибочно делаете просто неправильно задав спектр продолжения вашему оппоненту ну то же самое бывает когда и вас ставят допустим две-три улицы и у вас какой-то узкий спектр спрефлопа и оппонент начинает вас ставить три банки и вы собственно говоря неправильно задаете спектр ему трех баррелей и из-за этого делаете какие-то скажем плохие колл очень часто также ошибки при игре узких спектра связано с тем что вы просто не можете сделать корректные фолды то есть вы делаете плохие коллы сильными руками сильные руки взяты кавычки в кавычке потому что они может быть и выглядит как сильная рука скажем топ пара топ кикер или две пары да но по отношению к спектру скажем бета или спектру рейза вашего оппонента эти руки являются мусорными то есть если бы вы разбирали бы сыгранную вами раздачу более подробно ну скажем разбирали бы спектр третьего барреля оппонента на ривере то вы понимали бы что против него ваша топ пара топ кикер стоит очень плохо у нее там какие-то ничтожные шансы банка на колл и нажимая колл вы либо сплетуете с рукой подобной вашей да то есть топ пара топ кикер либо вы проигрываете большому количеству рук сильнее которые есть спектре бета оппонент но просто из-за того что у вас топ пара топ кикер вы где-то слышали про gto про игру защищенным спектр вы думаете что если вы здесь будете выкидывать даже топ пара топ кикер то вы будете эксплойтными возможно будет выгодно ставить три банки и просто поэтому вы нажимаете с ней колл не из-за того что колл с этой рукой на дистанции будет прибыльным особенно против какого-то заданного оппонента который может на ривере не иметь спектр блефа или даже против тех оппонентов которые имеют спектр блефа на ривере все равно бывают ситуации когда вы с вашей рукой не можете нажимать прибыльный чек колл просто потому что даже против его спектра бета с учетом того что у него есть какие-то блефы на ривере ваша рука все равно стоит очень очень плохо ну и последняя ошибка когда вы играя в узких или против узких спектров выбираете между двумя опциями то есть вы выбираете между коллом или фолдом и при этом не рассматриваете такую альтернативу как рейс а на самом деле очень часто при игре в узких спектрах вы либо должны выкидывать свою руку либо превращать ее в блеф то есть как я вам уже говорил зачастую скажем третий баррель на ривере он себе он из себя не содержит блеф он содержит только волюбеты при том отчасти это волюбеты будут тонкие то есть оппонент просто ожидает от вас получить коллы с руками слабее но как никак не рассчитывает получать от вас рейсы допустим он поставил три барреля как раз той самой овер пары да ну предположим вы выступаете уже в качестве коллера на батоне против оппон рейса у тубе у вас туз 10 сьютит на доске 10 7 3 радуга и вас летит бэд флоп бэд бланковый терны бэд бланковый ривер и вы здесь выбираете между коллом и фолдом хотя это будет очень часто ошибочно когда вы имеете дело со спектром который не имеет достаточное количество блефа для того чтобы ваш колл на дистанции был прибыльным соответственно вы в этой ситуации либо должны рассматривать фолд либо должны задуматься о блеф рейсе и превращение своей руки в блеф то есть по факту против этого спектра бета на ривере у вас не будет шоу-даун-вэлю а раз у вас нет шоу-даун-вэлю вы и коллировать не можете соответственно вы можете попытаться превратить свою сильную руку ну казалось бы сильную опять же в кавычках превратить ее в блеф и оценить как ваш оппонент выкидывает скажем на рейсы по риверу потому что если он на рейсы по риверу будет выкидывать очень широко то есть он ставит там по 10x доски 3 барреля с карманными валетами дамами тузами королями да и при этом все это на ваш блеф рейс он выкидывает по риверу то есть у него остается для колла совсем небольшое количество комбинаций да это там три комбинации сетов на семерках на семерках одна комбинация сетов на десятках да по доске там скажем 10 10 7 2 или 3 радуга и при этом у него нет ни двое карманных не троек потому что с учетом у вас узкого спектра опен рейсы из утг скажем 15 процентов он просто не открывает такие карманные пары как низкий он не открывает низкие карманные пары и соответственно у него их нет спектре баррелинга и получается что если он выкидывает все овер пары и коллирует вас только на сетах ну и там каких-то 2 пар предположительно да то превращение вашей тупары в блеф рейсом будет гораздо лучшей альтернативой нежели скажем кол то есть здесь гораздо лучше выбирать между фолдом и рейсом нежели выбирать между колом и фолдом ну это о небольшой теоретической части да такой теоретический ликбез теперь перейдем к непосредственным раздачам и вопросам наших учеников и посмотрим какие ошибки допускали они при игре в узких спектр то есть когда они делали кол против опен рейсы с ранней позиции либо они сами делали опен рейс из ранней позиции получали кол либо они имели дело скажем с узким спектром 3 бета 10 процентов и менее или возможно они играли там в четыре бет порт опять же довольно узких рейнджах понравилось видео ставь лайк подписывайся на канал и начни обучение покеру прямо сейчас